Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня у нас, поскольку понедельник, я проведу традиционный голосовой стрим в нашем телеграм-канале. Ссылку, кстати, можете найти в описании к этому ролику. И там мы обсудим самую актуальную на данный момент тему. Я почему-то уверен, что она будет касаться именно факта распространения нового штамма коронавируса. Хотя, друзья, выбирать вам сегодня в течение дня традиционно в этом же телеграм-канале вам будет предложено несколько тем на выбор, соответственно, та, которая наберет наибольшее количество голосов и станет центральной в ходе нашего сегодняшнего обсуждения. Как мы с вами не хотели на оптимистичной ноте закрыть этот год, но вот оказались неправы, потому что мировой экономике был преподнесен такой страшный сюрприз, если можно так выразиться. Это новая вариация штаба. И мы с вами уже который раз уходим на обсуждение всех рисков, связанных с распространением коронавируса и его пагубного влияния на мировую экономику. Сейчас ситуация усугубляется тем, что очень много, прям очень много плохих новостей. Уж не знаю, сознательно ли это делается для того, чтобы обозначить реальный серьезный уровень опасности. Но есть то, что есть, друзья. Вы знаете, то, что в эти выходные прошла экстренная встреча Всемирной организации здравоохранения. Новый штамм, который сейчас называют омикрон, выявлен уже во многих регионах мира. Появился он в Южной Африке. Но вот на текущий час, на утро понедельника, уже фиксируются случаи его выявления в Германии, в Италии, Франции, Бельгии, Британии. Я думаю, что из-за очень высокой степени проникновения туристов в эти страны, понятно, что не могло быть иначе. Поэтому то, что все регионы сообщат о том, что этот вирус уже появился непосредственно у них, это вопрос самого ближайшего времени. Как новый штамм омикрон повлиял на рыночное настроение, вы все сами прекрасно увидели в пятницу. Это была самая настоящая паника, и это был полноценный сброс того, что имеет отношение к риску. Даже американский фондовый рынок, который долгое время был эталоном именно развития большей динамики, который переваривал, перемалывал все риски фундаментального характера. И каждый месяц, что уж там говорить, каждую неделю обновлял исторический максимум, да, слабину и скорректировался, и сейчас котируется на отметке 4625 пунктов. Самая страшная нисходящая динамика была на рынке нефти, потому что в моменте бренд WTI потеряли около 15%, друзья. И тут сразу же вспоминаются прецеденты 2020 года, когда мы столкнулись впервые, человечество с коронавирусом. И, конечно же, тогда новые ограничения не только социального дистанцирования, полноценные локдауны стали причиной закрытия границ полной изоляции экономики. И, конечно же, это отразилось на мировом экономическом росте, на спросе на углеводороды и стало причиной того обвала рынка нефти, который мы наблюдали. Сейчас, кстати, мне очень интересно ваше мнение, друзья. Как вы думаете, могут ли, в принципе, повториться события 2020 года? Тем более, что тогда, в марте, все именно так и начиналось. Сначала локальные распродажи, которые по некоторым активам были в диапазоне от 5 до 10%, фондовый рынок отреагировал коррекцией сначала на 5%, а потом снижение было больше 30%, как только всем стало очевидно, что это не шутки и это новая реальность. Может быть, стоит еще сделать акцент на то, что омикрон сейчас появился в самое неподходящее время. Именно по мере наступления полноценного зимнего сезона я ранее обозначал риск того, что сейчас, в текущее время, вероятность распространения инфекции существенно возросла из-за того, что люди больше времени проводят в помещениях. Омикрон еще заранее сейчас уже известен тем, что он фактически разрушительен даже для самого сильного иммунитета. И он устойчив к вакцинам, которые на данный момент существуют. Я очень рассчитываю и продолжаю верить в то, что все-таки вакцины принесут свои результаты. И, в конечном счете, при самом негативном развитии событий мы не уйдем на обсуждение именно полноценных локдаунов повсеместно в мире. Не будет того, что случилось в 2020 году. Поэтому те панические распродажи, которые наблюдались в пятницу, они не продолжатся, друзья. Но, опять же, обязательно выскажите ваше мнение, потому что важно понять, в принципе, разные точки зрения, услышать их и прийти к какому-то общему знаменателю. Как мы действуем? Как действуют сейчас трейдеры, инвесторы и спекулянты? Я рекомендую, друзья, из-за распродаж на рынке нефти. Нефть вообще сейчас не трогать, хотя мы буквально до пятницы с вами еще активно обсуждали влияние на рынок продажи стратегических резервов. То есть я нашел массу доводов, которые указывали на то, что рынок особо на этом негативить не будет. Кому интересно, можете пересмотреть последние брифинги. Повторяться не буду сейчас, потому что продажи стратегических резервов сейчас как фон уже не актуальны, не уместны. Сейчас все будут говорить о последствиях влияния микрона, если его распространение продолжится. И если он станет причиной цепной реакции по закрытию экономика. Я предлагаю в плане рынка нефти и его будущего дождаться заседания ОПЕК, которое должно состояться, если ничего не изменится, в повестке на этой неделе. И посмотреть, какое решение примут участники энергетического пакта с учетом, опять же, текущих рисков, связанных с распространением нового штамма коронавируса. И после этого уже снова вернуться к рынку нефти, оценить спрос и предложение и принять для себя решение относительно долгосрочного трейда. Доллар 96.25 индекса американской валюты. На этой неделе, в частности уже сегодня, состоится выступление Паула, которое имеет очень большое значение. Мы его ждем уже две недели, поскольку нам важно понять мнение и актуальную позицию ФРС после последних данных по инфляции относительно темпов сокращения программы количественного смягчения и будущих сроков повышения процентной ставки. Сегодня, друзья, в 22.00 мы все это должны услышать. Поэтому сегодняшний день еще статус-кво в отношении индекса доллара. Завтра, я думаю, что уже будем открывать позиции. Но я продолжаю держать длинную позицию по паре доллар-иена, потому что в данном случае есть, опять же, сценарий, при котором интерес к доллару как к защите, с учетом всего того фона, который сложился, все-таки должен преобладать. И взять верх над всем, соответственно, привести к тому, что пара доллар-иена вернется к прежнему максимуму 2017 года, это 115 и выше, и сохранит восходящую динамику. Я думаю, что если бы не снижение доходности американских трежерис из-за возросшего на них спроса в пятницу, то доллар бы остался на коне, был бы в лидерах рынка. Но в среднесрочной перспективе против валютных оппонентов доллар, конечно же, будет интереснее. Золото я рекомендую смотреть на тест сопротивления 1800 и с учетом того фона, который складывается в моменте, именно ситуации на рынке долга, потенциального укрепления курса доллара. И не такого уж и высокого интереса к золоту со стороны институционалов, не знаю почему, но, опять же, цифры и отчеты CFTC говорят сами за себя. Также индикатор рыночных настроений Кайман, который все еще указывает на то, что мы не достигли того уровня, внизу, с которого мог бы последовать серьезный откат и долгосрочное восстановление. Поэтому 1760 и ниже – это уровни, которые еще могут быть протестированы. Европейская валюта. Ждали мы оптимальную точку входа после того, как ранее сделали цель 1.12. 1.12.78 сейчас были в пятницу еще выше – 1.13.25. Ну, считайте, друзья, что если вам нужна была точка входа на среднесрочные продажи евро, особенно с учетом ковидной обстановки в Европе, эта точка уже, этот уровень был достигнут. Поэтому я рекомендую снова шортить с целями 1.12 и ниже. Что касается других активов, пока что прочий риск трогать не будем. Смотрим затем, как развиваются события, друзья. Ну и завтра уже обсудим то, что скажет интересного Паула. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой и сессии, и недели. Всем пока!